А в Южном Казахстане сразу 6 человек получили пулевые ранения за минувшие выходные. ЧП с применением травматического и огнестрельного оружия произошли в Шемкенте, Лингере и Сайрамском районе. Среди пострадавших в основном молодые люди. Парень, который отдыхал в кафе, чабан Паши Баранов, охранник, водитель газели и даже отец с сыном. Ирина Абрамова выясняла подробности. 19-летний Абдул-Азиз Ерниязов на постельном режиме. В выходные житель села Манкен Сайрамского района получил ранение резиновой пули в грудь, когда гнал Утару с пастбища. Говорит, один из баранов не уступил дорогу Белой Девятке. Хозяева машины решили, виноват Абдул-Азиз. Чей-то чужой баран из-за моей спины выскочил и стукнулся прямо в заднее стекло Белой Девятки. Я и номер машины запомнил. Из нее три парня вышли и стали меня матом ругать, бить. Один пинал, а другой все время кричал, стреляй, стреляй в него. Я даже не видел, кто именно выстрелил. Они сразу сели в машину и уехали. Домой Азиз вернулся весь в крови. Говорит, слышал, что личность стрелявшего уже установили. Это житель Шимкента, 1990 года рождения. Другой случай произошел на выезде из города. Шоферы грузовой газели из травматического пистолета обстрелял водитель престижного Лексуса. Всего прозвучало четыре выстрела. Мужчину откачали. Меньше повезло охраннику Шимкентского кафе. Кто и почему стрелял в 40-летнего мужчину, сегодня ночью пока неизвестно. Пациент до сих пор без сознания. Больной поступил в час 45 с огнестрельным ранением. Один сантиметр уложенный сердце прошел пуля. Сквозное. Состояние больной после операционной стабильнее сейчас. Но надеемся будет хорошо. Еще одно кровавое ЧП снова произошло в Ленгере. В кафе не поладили две компании молодых людей. Отношения выясняли с помощью травматического пистолета и охотничьего ружья. Хирурги прооперировали 21-летнего парня и извлекли 17 дробин. По данным врачей, в Ленгере минувшей ночью с пулевыми ранами обратились еще двое. Сына с отцом, неизвестные, тоже обстреляли с травматического пистолета. Однако комментировать это и другие происшествия в областном департаменте внутренних дел отказываются. В последнее время от СМИ тут требуют официальные запросы. Однако и на них не реагируют. Ирина Абрамова, Бахадар Тажебаев, Виталия Зайентина. 7 News. Южно-Казахстанская область.